И снова всем привет, с вами Техномакс, это у нас демо, которая вышла буквально вчера, шутера Трипанк 2. Причем это не вторая часть, это просто такое название с двойкой, Трипанк 1 не существует в природе. Это игра больше всего похожа на Фир. Если кто помнит, был такой хоррор-шутер Фир в трех частях. Вот она на него прям очень-очень похожа, очень много закосов под него тут сделано. Но я не знаю, будут ли тут хоррор-элементы, но из того, что я видел в демо-видео, то стрельба здесь должна быть хорошая. Значит, по настройкам. По настройкам графики здесь все у нас идет в 2К, ограничение FPS 144, потому что у меня монитор 144 Гц, и смысла нет выше ставить. Чтобы он не рендерил лишнего. И разблокированы безумные настройки, чтобы получить доступ к некоторым настройкам, например, неоптимизированным настройкам высокого качества графики. Включение этих настройок может привести к существенному снижению производительности. Даже мощные системы могут оказаться неспособными поддерживать комфортную для игры чистоту кадров. Посмотрим. И вот у меня стоят безумные все, что только можно. Расстояние до персонажа объектов, постобработка, качество сглаживания, эпические листва, тут безумные тени, текстуры, бойня, тело пулевых отверстий, детализация объектов окружения. То есть, ну, все, что можно, я поставил. Резкость. Ну, резкость, блин. Размытие. Ну, давайте оставим 50%. В принципе, так, где мышка? Иди сюда. Давайте начнем новую игру. Уровни сложности. Уровень сложности легко. Просто развлекайтесь, мы вас не осудим. Обычно. Рекомендованная сложность для тех, кто изредка играет в шутер от первого лица. Сложно. Рекомендованная для опытных игроков шутер от первого лица, желающих испытать себя. Очень сложно. Мазохистски сложный, вы будете умирать. Часто. Экстремальный, жутко сложный режим. Чтобы играть на этой сложности, нужно быть экспертным в игровых особенностях и механике. Режим ярости. У врагов глаза словно на затылке. Молниеносная реакция и почти идеальная меткость. Чтобы получать от такого удовольствия, нужно быть очень странной личностью. Ну, в принципе, давать она сложна, может быть, потому что я же опытный игрок в шутеры, в конце концов. А, это загрузка такая, да, в виде ядерного взрыва. Интересная загрузка. Не знаю, как тут будет все слышно. Я вроде бы настройки звука тоже сделал, управление. Посмотрим. Но пока графика не особо впечатляет, скажем так. Трипанк студию с этим 17 представляют. Трипанк 2 Это уже интересно, что это было. Какие-то воспоминания и почему он закован еще и на коляске. Мы какой-то псих в оранжевой робе. А мы заключенный, судя по камерам с толстым бетоном. Ну и по наручникам тоже. Интересно. Держите субъекта под наблюдением все время. Опасность. 106 А, так это начальные опции. Собственно, вот они так выглядели. Ну, скажем так, пока по графонию не сказал бы. Охрана убежища. Это эхо 3. Должите обстановку. Охрана убежища. Повторяю, доложите обстановку. А, это рации. Ну, кто-то нас освободил. Командование. Охрана убежища не отвечает. Мы проверим, что с ними. Тот, кто нас освободил, походу их всех и перехерачил. Интересно, кто это был. Кто у нас такой добродетель. Вообще, да, это очень похоже на эфир. Прям графически очень. Все мертвые, блин. Ну, это или тюрьма, или психушка. Или и то, и другое. Как бы другие. Всем отрядам на нас напал неизвестный противник. Немегданно приступить к операции «Яркая звезда». Что-то взрывается. Ну, ладно. Автосохранение. Ой, бля. Командование. Охрана убежища убита. Субъект 106 сбежал. Так, мы субъект 106. Понятно. Присесть. Ну, это я уже понял. На контрол. Какие-то вентиляции. Музон пошел. Тут ничего, уходим. Когда в тени в центре экрана появляется точка. Врагов уходит больше времени на то, чтобы вас заметить. Ага, вот точка появляется, только она еле видна в центре прям. Хорайзен Оз. А, разведданные. Засекречено. Так, давайте возьмем. Безмятежность. Сотрите свой свет, отправьтесь в путь. Туда, где вас помнят, туда, где вас любят. Субъект 106. Предварительные замечания. Я все еще жду прибытия персонала и оборудования, чтобы начать формальное испытание. Результаты предварительного осмотра. Сверхчеловеческая сила подтверждена. Легко разорвал наручники из нержавеющей стали. Рассчитанную на усилие 450 килограмм. Удалось сдержать с помощью прототипа наручников из титана. Рассчитанную на усилие 11 тысяч килограмм. Анализ крови показал огромный выброс допамина после нанесения его врача охранникам. Все попытки общения не увенчались успехом. Физические, психологические и медицинские методы допроса оказались безрезультатными. К. Токигути. Ух ты, блин. Токигути тут над нами эксперименты проводил. Два из одиннадцати база данных. Хорошо. Так, блин, приоритетная задача, а спринта нету. За угол, вперед! Так, я понял. Да, это похоже на фир. Автосохранение. Я в таких играх, где очень-очень хвастается графика обычно, смотрю на вот такие мелкие объекты, типа замков, ручек, мыло. Просто мыло и текстура говно. Серьезно, где тут графика, блин, я ее не вижу. Графика обычная. Такое на юните можно сделать. И это называется все на ультрах. И эта демка вышла только вчера. То есть до этого выходил киберпанк, который графикой наголу выше вот этого. Субъект 106 может быть где угодно, так что смотрите оба. Я просто не скажу, что я графодрочер. Графика нормальная. Как бы. Просто нахрена эту игру, демку точнее, было рекламировать так, как будто бы графика какая-то прям нереальная. Обычная. Я бы даже сказал, не очень хорошая. А, о. Чувырлы стоят внизу. Уже готовые, блин. О, черт. Будем передвигаться пока в режиме скрытности. У нас же оружия нет. Как бы и руки связаны. 11 тысяч килограмм усилия. Нихера себе титановые наручники, блин. Вон они повыбегали. Аптечка. Хорошо. Она еще и с перевернутой текстурой. И она не берется. Хе. Так бесшумно спрыгнул в вентиляцию. Серьезно? Стоит посмотреть крепкий орешек первую часть с Брюсом Виллисом, где он по вентиляции лазил. В вентиляции шумно, что пиздец. Поэтому вот это вот бред, что он ползает, его не слышно. Потому что... Потому что... О, черт, здесь! С кем они воюют? С тем типом, который нас освободил? А кто он? Тоже субъект какой-нибудь? Так вот, я хотел сказать, что вот эти вот квадраты вентиляционные, они на самом деле так легко проминаются. Но ведь вентиляция же не рассчитывала на высокие нагрузки. Тут металл очень-очень тоненький. Оно рассчитывало просто, чтобы воздух по нему проходил. И поэтому, когда ходишь, вот эти штуки, они пиздец как шумят, блин. Я это наблюдал неоднократно. Так что здесь со звуком еще работать и работать. Ну да, те они хорошие, такие правильные, типа. Заперто. Пост охраны, вы видите 106-го? Пост охраны, ответьте! Да не ответят. Что за пиздец? Всем отрядам, пост охрана не отвечает. Командование, это ЭХА-2. Нам проверить, что происходит? Нет, ЭХА-2. Отступи и вернись к своему отряду. Конец связи. Регулятор, начальник безопасности, служба безопасности. Тут рации лежат. Но это комната охраны. Мы до нее дошли. Камеры. Параноик называется, да? Да, камера называется Параноик. Хе-хе. Забавное название. Что это такое? Это тела так двигаются? Ага. 24 часа в сутки видеонаблюдения. Открыть наручники. А вот и ключик. Паром-пум-пум-пум, мазафакеры. Теперь у нас есть оружие. Пусть теперь попробуют нас остановить. Но, понятно, мы являемся каким-то секретным экспериментом. И нас теперь очень хотят поймать. Интересно только, с чем мы тут экспериментировали. Да, стрельба из оружия. Маус-1, это понятно. Бля, да что со звуком? Особенно с трупами. Так, закрыть дверь. Закрыть, я говорю. А-а-а. Понятно. Вот, закрыть. Прыжок пробел. Заперто. Ближний бой. Прыгните и используйте атаку ближнего боя для удара в воздухе. Да, в Фире то же самое было. А если с разбегу? А, с двух ног бьет, ни хрена себе. А с подката что-то он не бьет. Но, подкат есть. В Фире тоже был подкат. Если разбежаться и резко присесть, то там подкат был. Он там почти был не нужен, но хрен его знает. Иногда так пригождался. Эм, эх... Это Эхо-2. Мы нигде не можем найти субъекта 106. Принято, Эхо-2. Расширьте зону поиска. Ё-парасота. Разведданные. Так, журнал службы безопасности, зоны 14, техобслуживание. А, можно даже вот так посмотреть фотки. Ну ладно. Адам, ты уклоняешься от призыва тупиться. Я же вижу, что ты ни черта не делаешь. Тащи свой зад в отдел обслуживания и почини чертовые паровые трубы. Прочитано. Кстати, не забудь взять защитные очки. Джимми лишился глаза, когда взорвался клапан. Ну, я преувеличиваю это. Могло случиться, ясно? Так что возьми очки. Прочитано. Надеюсь, ты внизу чинишь трубы. Клянусь, если я найду тебя в комнате отдыха. Да, если бы он нашел его в комнате отдыха, то с ним бы сделали вот это. То, что с ним сделал тот чувак, который нас вытащил. Фонарик. Осторожнее, враги видят ваш фонарик. Ну, дальность освещения неплохая. Он несколько размазанный такой, не конкретный фонарик. Но, в принципе, получше, чем в большинстве игр. Еще аптечка. Так, а... А это куда? Что это, блин, было? Что-то сработало. Ну, хорошо. Как бы, да. То же самое, что в фире. То есть, просто бьешь объекты и на них просто остаются, как от дырок от пули. Попадание, типа. Это какая-то кладовка просто, ничего интересного. Так, враги видят фонарик. Поэтому фонарик как-то я использовать не очень бы хотел. Какое интересное место. А попасть сюда нельзя. Командование, это командир Фокстрота. Мы проверяем служебный тоннель. Автосохранка. Проверь эту комнату. Здесь пусто. Так, оставайтесь здесь и прикрывайте этот вход. Да, принято. Ну, у нас один пульт прямо через этих ребят. Ну, понеслась. Схватить врага. Бросить, убить, граната. Нормально ты его, блин. Кулачищем уложил. Да, 106 опасный, дядя. Интересно, кто же он такой. Какие-то помещения такие прям. У меня прям дежавю, елки-палки. И вьетнамские флешбеки с Фира. И пистолет, кстати, ровно такой же. Один в один, как Фири. Ух, тихо. Хе-хе-хе. Бля, как он нас не слышит. Мы так топаем, блин. Жесть. Хе, еще один кандидат в покойнички. Убийства врагов временно повышают вашу выносливость. Временно? А, бронепластины. А, еще один пистолет. Блин, в Фири можно было пользоваться двумя пистолетами. Тут что-то пока не дают. Ну, как бы эти дяди в большинстве. Я пока что поэтому сильно не высовываюсь. Надо где-то по темным углам шкериться. Тут эти освещения еще, блин. Но, в принципе, да, такой полустелл-шутер. На Фир смахивает прям очень сильно. Сразу видно, откуда ноги растут. О! А ноги растут у нас из персонажа. Ну да, тени вот эти вот правильные все дела. Блин, не хочется топать. Я ж хрен его знает, где они. Они могут появиться в любой момент. Автор сохранения. Маскировка Е. А, я понял. Можно было использовать ее отсюда. Ну, блин, звук маскировки надо переработать. А, кстати, вот эти полоски маскировки там и еще что-то. Их надо бы сделать видео-ми постоянно. Они там кого-то убивают уже. Опять нашего этого знакомца. Блин, или это звук того, что невидимость перестает работать? Звук как будто выстрелы. Блядь, ты сейчас, блин. Угу, автомат. А теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо. Так же, как было в крепком овешке. Это командование сигнала отряда Фокстрот потерян. Последнее местоположение служебный тоннель. Командование это эхо. Мы рассматриваем последнее известное местоположение Фокстрота. Да, ну трупы здесь, конечно, катаются прям как хотят. Ногу за ногу закинул такой. Кровь натурально растекается, да, похоже. Прям, не, ну графически как бы внимание к деталям есть. Просто текстурки не очень. Мне кажется, текстурки могли быть получше. Они вот какие-то полумыльные. Меня не покидает ощущение, что я играю просто в ретекстурфира. Так, ну мы все подобрали, пошли дальше. А, проскакивать надо. Ну бочки вроде круглые, достаточно. А, блин, я случайно Q включил, замедло. А вот кнопочки, кстати, не очень-то круглые. Пожалели полигончиков. Они слишком угловатые, многоугольные. Вот по таким деталям обычно и можно оценить качество графики. Настоящее. А не то, которое рекламируют. А то прям такая графика, такая графика, блядь. Где? Не вижу такую графику. Текстуры мыло, блин. Полигонов мало. Да киберпанк на голову выше, а то и на две. Ну вот что это такое за текстуры такие? Это, блядь, откуда? Из сталкера первого еще текстуры. Автосохранка. Дробаш, спас 12. Почему бы нет? А, еще пистолета. Концентрация Q. Но у меня нет концентрации. Продолжение следует. Добавил с. эхо-2 это эхо-1 каков ваш статус ответьте, эхо-2 это эхо-1 какой статус да уж многие руки отрывают конечно фарш это я понимаю но в принципе опять же от фира ничем особо не отличается дробовик конечно да, мощный разваливает блин, ну почему текстура такая херовая ну мыло же как бы графика-то в целом нормальная, просто если бы игру не расписывали как люто гравято графонистую то претензий бы и не было ну графика и графика в принципе на юнити можно сделать не хуже а то и лучше а это если что анриал энджин 4 ну да, ну да watch your back ну да, ну да ну да, ну да, ну да добил надо же их тут еще добивать можно блин если бы эти тела не шумели кстати у нас потом окончились но их всего четыре поэтому нет смысла уже тут непонятно то ли физика то ли они живые не знаю хоть бы они какими-нибудь там неактивными становились не ну хорошо гильзы пулевые отверстия это ладно разлетающиеся частицы тоже хорошо сделано фонарь надо вырубить так прибега расходится выносливость убийство врагов временно повышает выносливость так а если сразу бегу в ящики улететь а хрен там даже с двух ног не пробил крепкий однако ящики блин чё-то врут нам про нашу силу это не мы сильны это враги слабы автосохранение ну явно здесь пробегал наш добродетель то есть нужно просто идти по кровавым следам и мы выйдем куда надо ё-моё вот это он тут повеселился блин трупы хватит кататься вот это похоже на морозильник и сосульки все одинаковые как из матрицы накопи пастили что за морозильник такой опа а это наш спаситель кстати в капюшоне медальон цв какой то а как так то ну ладно братан давай земля тебе холодильником я чёрт его знает как сказать но как так вышло он же не сам в себя меч воткнул после того как столько их перебил а если это сделал то кто тут же вроде были только мы я и веселые трупы вот этот чувак наш субъект 106 и охрана ладно может быть по ходу игры дадут разъяснения следи за мониторами он может быть где угодно да мы пытаемся на оборудование словно сошло с ума постоянно отключается хватит ныть говно справляйся тем что есть и заткнись я там кое-что заметил да можно из автомата в принципе пострелять а я попаду кстати пистолет точнее там есть огнетушитель который моргает мы можем подкрасться замедлить время и бахнуть по огнетушителю он здесь чёрт бля да мы здесь действительно нет местами графика хорошая то есть эти лучи от этих от фаеров перестрелки лютые здесь конечно очень много эффектов тут не спорю постарались прям так тут ничего нет это камера они просто пытались нас увидеть через камеры о склад оружие и заодно тут есть дробовик ну не знаю пистолет мне нравится больше он точнее автомат и пистолет пулемет но это или пп вектор или крис как он там назывался я не помню а вот это что-то хрен его знает что такое поме 716 и чего то еще какой то склад с огнетушителями может быть там можно будет сейчас кого то развалить автосохранение кстати да автомат тоже точный это очень хорошо субъект 106 движется к вам удерживайте позицию принято дальше нас он не пройдет ладно команда не дайте этому грузку добраться до лифта мы должны удержать позицию 5 вау а вау вау Вот так вот, вот так вот. эхо 3 это 4 мы в лифте скоро прибудем на помощь а поляк чуть не убили Блять, патронов нет Блять Статус убит, цикл нарушен Да тут, короче, блин Во-первых, спецэффектов просто тьма тьмущая, ебучая Я ничего за ними не вижу Во-вторых, враги тут не просто так умирают Они умирают довольно медленно Потому что у них все-таки есть какая-то броня, обмундирование, шлемы И в-третьих, у меня кончились патроны А тут в этой мишанине я даже ни хера не нашел Вот тут бы дробовик, наверное, был бы лучшим вариантом Он не пустит, он не пустит, он не пустит Продолжение следует... Продолжение следует... We'll see you later... Блядь... Блядь... Вот это жесть, блядь... Патронов на автомат мало... Мой-мой-мой-мой-мой... Т – Продолжение следует... Т – Продолжение следует... Т – Т – Т – Мопауааааыаа – Т – Ебать жесть какая Ну выглядело, да, в динамике Очень красиво, не спорю Автомат, блин, неплохой автомат Но Честно сказать Патронов на него вообще ни хрена нет И вообще, надо вырубить фонарь Походить, пособирать, полутать патроны Вот это месиво Была аптечка В помещении там Да, аптечка собирается самостоятельно Хорошо Фу, ладно В динамике это выглядит гораздо лучше Так, что там использовать Хелп, помогите Вырубайте врагов атакой скольжением country Давай Открыть Массаживаю 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 блять блять вот сдохнем уже ни хера себе они щитами понаприкрывались, блин, и хрен ты их пробьешь просто так их реально только с коженью вырубать патронов маловато и тут тоже и тут тоже, блин ладно, кое-какие на пистолет подобрали зона 14, атаковать, мы в пути разведданные предложение по пересадке мозга антон, мне кажется, что у нас проект ЭЦМ уперся в стену у нас есть несколько рабочих прототипов ограниченного масштаба, в теории мы можем расширить их возможности чтобы создать цифровую эмуляцию всего человеческого мозга но нас ограничивают огромные потребности в электроэнергии и вычислительной мощности нам потребуется не менее 1 миллиона микропроцессоров и несколько ядерных реакторов чтобы запитать всего одну установку возможно бюджета нам хватит но это точно привлечет внимание я предлагаю простые, но более эффективные решения пересадка целого мозга не физически, а переписав нейроны мозга и рецепента так, чтобы он полностью соответствовал мозгу донора с помощью нашей технологии для пересадки воспоминаний только представь нам, куда проще найти рецепентов для пересадки мозга, чем строить огромные вычислительные комплексы это не привлекает внимание, более экономично и мы располагаем почти всеми нужными технологиями сообщи, если хочешь, чтобы я начал работу в этом направлении я могу начать в любое время с уважением, доктор Кентаки Гуди, руководитель исследований зоны 14, доктор аномальных наук ну ладно они пытались заниматься пересадкой воспоминаний точнее, они воспоминания умели пересаживать и решили теперь пересаживать мозг это эксперимент приоритетная задача о, гранаты зашибись а гранаты взрываются при ударе врага или при попадании пули а еще раз вверх данные журнал сообщений зоны 14 бюджетирование ваши последние изменения в плане безопасности чем дольше это будет тянуться, тем больше и пятно останется на моей безупречной репутации прочитано ох ты бля понятно там кто-то решил распределить бюджет сразу кучей на все все камеры, сканеры и прочую хренатень зараз закупить из этого остальные остались без бюджетных денег ха компьютер хел это короче отсылка на фирму Dell адский комп ну идем дальше оружие с глушителем используйте оружие с глушителем для уничтожения источников света чтобы создавать тени или тихие убийства выстрелом в голову а то есть это тот же самый пистолет просто с глушаком я понял и они получается меня не слышат, да? то есть такой грохот состоит, когда стреляешь из пистолета с глушителем и они не слышат хе-хе-хе минус один надо их по одному часу как-то выстегнуть Ладно, тихо, убийство сработало Завалил башку его очень аккуратно Минус еще один Ты, говорит, окей, да нихуя, говорит, не окей Ну да, когда их выстегивают по одному в темноте А что автомат, блин? Хрен его знает, что-то мне не очень хочется автомат брать Бля, вот сука Ладно Вот так Козел со щитом, блин Не, ну на пистолет патронов всегда хватает Пользоваться им удобно, он точный, почему нет? Конференц-комната Вот Не надо лишнего освещения Есть аптечка Ага, еще развед данные Жалоба на безопасность От доктора Шона Редфилда Кому? Начальнику службы безопасности зоны 14 Полу Маклеллану Тема Учения по эвакуации Пол на этой неделе у нас было 4 учения по эвакуации без каких-либо предупреждений Вы понимаете, что нам сложно работать, когда вокруг верещит сигнализация А вооруженные охранники выгоняют нас на жутко холодную вертолетную площадку Где нам приходится черт знает сколько ждать, пока вы нас всех пересчитаете Что происходит? С чего возникла неожиданная потребность отрабатывать действия в крайне маловероятной ситуации? Нам нужно о чем-то волноваться? Мало того, что это мешает работать, еще у меня слабое сердце Внезапные громкие шумы беготня вредны для моего здоровья Я бы хотел отказаться от участия в подобных мероприятиях, если это возможно Ааа Уже 6 из 11 собрали базы данных Но я не знаю, мы сегодня всю демку пройдем или нет Кстати, если честно, для демки она какая-то очень уж длинная получается Ааа Это стекло? Ха, да, это стекло Ну ладно, растения шевелились от выстрелов Причем шевелились неплохо Ааа Автосохранение Надо бы свет вырубить тут Ах да, у меня же граната есть Добавляйте У меня же тоже гранаты Тихо Тихо Печистане Тихо Тихо У меня же тоже гранаты Тауся на флэр! Ренеет! Готово! Готово! Ренеет! Готово! 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 Chinese г染 цз bezpieка! Готово! П板тое което! Готово! Готово! Тауся кро Tsuaя, Готово! все патроны кончились а тут где-нибудь что-нибудь лежало еще автомат у него патронов нет а кстати он с глушителем был а да он был с глушаком прикольно ну придется теперь разваливать всех руками ногами дробовик пять патронов где там автомат с глушителем лежал о другое дело приоритетная задача о тут патрончики есть подобрать детали оружия глушитель для пистолета ну я собрал патроны есть дроба же пять патронов пятьдесят патронов на пистолет пулемет еще кое-чего есть на автомат еще детали оружия лазерный пистолет а блин ну нафиг мне лазерный пистолет доработать оружие глушители короче это кризис уже тут как в кризис 2 по моему было это или даже в первом такое было сложенный приклад сильная отдача на повышенную скорость перезарядки да не отдачу поменьше лучше поставить блин да я не хочу сейчас брать пистолет у нас автомат с глушителем мы эти придурки уже здесь судя по флэрам выключаем свет понятно ну вы выключаете свет и я выключаю тело оп и я невидимый жалко что невидимости очень мало но и ну и и и и и и и и ну вот и повеселились в темноте пистолет пулемет потом автомат 25 патронов всего оглушитель лазер у них есть ухты блин но отлично так вот там прикрываешь блин не с тем заключенным экспериментальным связались эти ребята блин но больше нам тут брать нечего такое все есть какое-то подземелье чего дрон подключиться к беспилотнику а это беспилотник пользователь идентифицирован субъект 106 места позже местоположение секретный объект номер 14 корпорация горизонт получение доступа к воспоминаниям пользователей доступ получен загрузка пакет данных устранения субъекта 105 загрузка завершена входящее сообщение цикл начинается снова в случае поимки вам придется выполнить свое первоначальное задание конец сообщения для продолжения возьмите любую клавишу выход из программы интересно какой еще цикл ох нихрена тут блин месиво сейчас будет надо блин немножко лампы по расшибать мне кажется тут и так освещения достаточно ну да с такой точностью конечно а патронов нет на автомат блин придется разжиться чем-нибудь внимание все отряды получено подтверждение субъект 106 находится на погрузочной площадке серо 4 выдвигайтесь немедленно так гранаты быстро гранаты аптечка вы Сьера-1, должите обстановку, Сьера-1, ответьте, проклятие, Сьера-2, выдвигайтесь. Сьера-2, что за пиздец у вас там творится? Сьера-3, вступайте в бой. Сьера-2, выдвигайтесь. 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 Прошу указаний. Вашу мать, идите немедленно. Сьера-2, выдвигайтесь. Сьера-2, выдвигайтесь. Сьера-2, выдвигайтесь. Да какой там стоп, ребята, вы меня убить хотели. Ух, дело дрянь, у нас остались люди? Никак нет, все отряды уничтожены, остались только мы. Проклятье, остальные пойдут со мной, мы разберемся с ним самостоятельно. Я возглавляю атаку. Начальник службы безопасности, главная цель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да нехера он, безмёртвый. Блать аптечку можно? Продолжение следует... 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 Жесть, блять. Альфа-3, будьте аккуратны, не стреляйте по своим. 106-й идет в вертолетной площадке. Убедитесь, что он эвакуируется. Свой, не стреляй. Садись в вертолет, 106-й, мы вытащим тебя отсюда. Ни хрена себе. Это Ворон, мы улетаем. Это Альфа-3, входим в комплекс. Какой шумный вертолет. Трипанк-2. Это Ворон, приближаемся к убежищу. Принято, подключаю вас к его каналу. Рада наконец-то познакомиться с 106-й корпорацией. Горизонт долгое время держала тебя в тюрьме. Думаю, они напуганы, зная, что ты на свободе. Хочешь отомстить? Мы тоже. Добро пожаловать в тактическую группу 2.7. Честно говоря, для демки это очень длинная демка. Прям хорошо, что прям дали поиграть. А вот тут мы можем хотя бы посмотреть на нормальное освещение, естественно, на траву, на все дела. Ну, в общем-то, в целом-то неплохо все выглядит. Как бы в динамике косяки графики всегда незаметны. Или, скорее, менее заметны, чем в статике. Если прям рассматривать. Ну, ладно. Давайте, может быть, вторую потом серию по этой демке я запишу. Посмотрим, что дальше. Ну, потому что прям целый второй уровень, я так думаю. В принципе, всем спасибо за внимание. С вами был Техтомакс. Это была демка Трипанк 2. И всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok